Друзья, всем привет! Я нахожусь в ванной. Я вам сейчас хочу показать пример того, как не стоит делать герметизацию ванны. Как этого делать не стоит, как этого делать нельзя. Ну что ж, как я обещал, пример того, как не нужно делать герметизацию ванны силиконовым герметиком. Обратите внимание, здесь по борту ванны нанесен силиконовый герметик. Толщина данного слоя где-то пол сантиметра и, в общем, наносился он вот таким вот образом. Мастер нанес пистолетом, шприцом герметик, а потом вот так вот аккуратненько все это пальцем сардрал. Как видите, вот тут даже вот такая вот небольшая силиконовая пленка осталась, которая со временем вот таким вот образом начинает отслаиваться. Ну, в общем, это все ерунда. Это, конечно, уйдет. Но минус, который они не учли, это то, что когда они делали герметизацию ванны пальцем и силиконовым герметиком, они сделали небольшое углубление, но тоже глубиной где-то 5 миллиметров. И почему это чревато тем, что данная вот герметизация обязательно почернеет тем, что когда вы моетесь, вода стекает по стенке ванны и заполняет данный вот канал, который находится вот вдоль порта ванны и собирается, в общем, грязная вода по всему периметру ванны. Когда вы помылись, естественно, вы не будете постоянно убирать эту воду, которая скопилась вот в этом вот углублении. И со временем данное вот углубление, данный герметик просто начинает чернеть от того, что грязная вода просто начинает контактировать с белым герметиком, с силиконовым. И, соответственно, образуется далее грибок, чернота, ну и вот этот внешний вид красивого белого шва становится черным, некрасивым. И в результате придется опять это все делать заново, делать герметизацию, но в следующий раз уже придется делать это уже декоративным бордюром, потому что такой вид герметизации уже вряд ли кто согласится сделать. Ну, в этом случае, если вы хотели сделать красивый уголок, то есть красивую герметизацию без декоративного уголка, нужно было хотя бы использовать шпатель, специальный шпатель для формирования швов. Но ни в коем случае не палец, которым вот делали вот эти мастера, которые делали здесь герметизацию, потому что, во-первых, шов у вас будет везде разный, во-вторых, вы делаете ненужное углубление, в котором будет обязательно скапливаться вода. Не делайте этого, используйте специальные шпателя для формирования швов. Вот. Ну, то есть, когда вы полностью заполните данный шов водой, через какое-то время вода начинает просто просачиваться, то есть впитываться в этот герметик и начинает образовываться подчернение. Ну, и потом вы можете использовать белизну для того, чтобы пытаться вот это все, в общем, отмыть. Ну, или там другие чистящие средства. Ну, я советую лучше просто в данном случае либо доделать герметизацию, либо установить уже керамический бордюр, чтобы навсегда забыть о том вот этом вот углублении, в котором будет обязательно скапливаться вода. Вот такой вот совет тем, кто делает герметизацию вот такого вот плана. Не делайте этого, это будет нехорошо в будущем. Ну, а пока у меня все. Спасибо за внимание. Пока.